Девушки отдыхают Подорожает бензин? Насколько? Почему? И можно ли росту цен каким-то образом противостоять? Спросим у президента Алтайского топливного союза, депутата краевого парламента Юрия Матвейко. Здравствуйте, Юрий Витальевич. Здравствуйте, Елена. Ну, первый вопрос, конечно, ключевой. Подорожает или нет бензин? Если да, то насколько? Елена, мы уже не первый раз обсуждаем цены на бензин и, скажем так, что нас ожидает в ближайшем будущем. 50 рублей – это смелое заявление. Я думаю, что до этих цифр в ближайший год-полтора мы вряд ли достигнем. Хотя та тенденция, которая у нас сейчас идет, и она началась буквально с января, когда оптовые цены выросли более чем на 10%, дизельное топливо вполне может быть, что до конца года будет стоить около 50 рублей. По какой причине это? Ну, вот нефтяные компании, как говорится, ничего личного, они производят нефтепродукты. Если у них есть возможность продать топливо по 50 рублей на экспорт, либо по 40 рублей внутри страны, то они выбирают как раз первое. Проще так? Так проще, выгоднее и, скажем так, меньше головных болей. И получается, когда экспортная альтернатива значительно дороже, чем внутренний рынок, нефтяные компании открыли зеленый свет и бензин и дизельное топливо уехали за границы Российской Федерации. И таким образом, получается, что 30% от, порядка 30% от произведенных дизельных топлив летнего и зимнего и порядка 10% бензинов, они уехали на экспорт. Тем самым, создав внутри страны некое напряжение и дефицит, что подтолкнуло оптовые цены вверх. А как уйти от этого дефицита? Есть ли возможность? Ну, как можно уйти? Либо поставить шлагбаум, это должно сделать Министерство энергетики. Но Министерство энергетики говорит, у нас все хорошо, никаких проблем мы не видим. Того топлива, которое произведено, осталось внутри страны, его должно хватить для того, чтобы не разбалансировать рынок. Следующий механизм, который можно включить, это Федеральная антимонопольная служба, которая, на наш взгляд, с 2011 года очень вяло регулирует рынок нефтепродуктов. Хотя с применением 135-го федерального закона о защите конкуренции можно было наложить на нефтяные компании 2-3 раза штраф, оборотный от 1 до 15% за нарушение условий конкурентного существования на рынке. И я думаю, что нефтяные компании совсем по-другому бы вели себя, и ценообразование на оптовом рынке было бы иным. Поэтому у нас вопросы к ФАС, причем не к региональному, поскольку это компетенция высшего органа, то есть господина Артемьева, либо его прямого заместителя, курирующего, так это Голомольц Мулзина Анатолий Николаевич, мы считаем, что они не дорабатывают. Ну вот вы говорите, у нас вопросы к ФАС, то есть я так понимаю, что вы не раз, неоднократно, наверное, направляли обращения, вообще как-то реагируют на них? Да, безусловно, ни одно обращение не осталось без ответа. Нефтяные компании не дали, как позавчера, по-моему, еще одно предостережение было в адрес нефтяных компаний, о том, что они нарушают условия рыночного ценообразования, кроме этого продают то топливо, которое должно быть внутри, на экспорт, и, соответственно, ну вот, как говорится, сколько сахар не говори, слаще от этого не станет. Так же и здесь. Ну, предостережение, предостережение, их можно положить там 20 штук, а если было предостережение, штраф первый раз 1%, второй раз там 10%, третий 15% от оборота, который был вне рынка. И там цифры, измеряемые десятками миллиардов рублей, и я думаю, что нефтяники по-другому бы себя вели. У нас регион очень специфичный, потому что у нас один завод, который по большому счету закрывает порядка 60% нефтепродуктов, это Омский. И остальную часть это Ачинск и немного Антипинский завод, который начал выпускать топливо пятого класса. И получается, что мы замкнуты на этом заводе. Сейчас стоит Омский НПЗ на ремонте. Соответственно, те объемы, которые выпускает Омск, порядка, наверное, 30-35% уезжают на Москву. Мы опять оголяемся. И получается, мы зависим от всего, от любого потрясения. Помните, в Ачинске была там чрезвычайная ситуация, была авария, завод стал. Регион сразу без нефтепродуктов. И возможности уйти от этой зависимости, получается, пока нет. Мы можем купить топливо хоть где, но только оно будет неконкурентно способное. Если раньше же этот тариф стоил рубль на литр, то на сегодняшний день это порядка 3 рублей. И таким образом можно купить топливо хоть где, но у него себестоимость будет, как вы говорите, 50 рублей. Поэтому все же зависит от цены, которая будет, топливо по какой цене приедет и по какой цене его надо будет реализовывать. Ну вот ваши обращения, на них, вы сказали, реакция так или иначе поступает. Но вот в ближайшее время какие-то конкретные меры по улучшению этой ситуации, они вообще предвидятся? Сложный вопрос на самом деле. Улучшения могут быть, как я уже сказал, это закрыть экспорт. Либо мы можем получить аналогичную ситуацию, как с алюминием. Завтра говорят, что наши нефтепродукты никому не нужны на экспорте. И у нас в регионе и в стране у нас будет переизбыток нефтепродуктов. Как я уже сказал, порядка 30 с лишним процентов дизельного топлива уходит за пределы Российской Федерации. И большие объемы бензина. Соответственно, если мы это не увезем, нам надо будет либо останавливать заводы, либо что-то с ним делать. Поэтому мы ждем все же здравого смысла, баланса спроса и предложений. А для этого у нас существует как раз Минэнерго, который регулирует ценообразование за счет акцизов и налогов. Мы вот уже говорили и с вами, и с другими вашими коллегами, что сегодня 65% в цене литра нефтепродуктов – это налоги и акцизы. То есть это все деньги, которые идут в бюджет страны. Соответственно, сама нефть в цене бензина имеет совсем копеечные, меньше 10%. Поэтому вот эти колебания нефти у нас на внутреннем рынке не имеют значения. А на мировом – это серьезно. Нефть 70 – у них и нефтепродукты улетели. Соответственно, нам интересно их продавать. Ну, не нам, а нефтяным компаниям. Юрий Витальевич, понятно, что ситуация сложная, но тем не менее, по вашим прогнозам, рост цен именно розничных. Когда предвидится, чтобы людям быть готовыми? И как людям стоит реагировать? Есть ли какие-то меры, чтобы человек куда-то обратился и, может быть, прислушались и приостановили эту ситуацию? У нас любой гражданин может обратиться с заявлением, с жалобой на действия любого юрлица, физлица. Это прокуратура, федеральная антимонопольная служба, администрация президента. Поэтому любой гражданин может писать, если ему не нравится то, что творится на рынке продовольствия, нефтепродуктов, зерновом рынке. Пожалуйста, обращайтесь и вы получите в течение, установленного законом срока, компетентный ответ. Со своей стороны, очень кратко, куда-то будете направлять сейчас обращение в ближайшее время? Мы буквально в понедельник отправили очередное обращение на президента Российской Федерации. И я думаю, что в ближайшие, наверное, две недели мы получим какой-то вразумительный ответ. Спасибо большое за ваши ответы. А я напомню, что сегодня мы общались с президентом Алтайского топливного союза, депутатом Краевого парламента Юрием Матвейко. До свидания.